В этом году у нас предполагается несколько площадок на территории городского округа Мытищи, поскольку у нас зеленый массив очень велик, на 21,1 гектар. Значит, эти площадки разбиты на четыре территории. Это будет первая площадка на Дмитровском шоссе в районе Федоскино, там 2,7 гектара. Следующая площадка это будет также на Дмитровском шоссе, практически на территории Лобни. И, как правило, город Лобня тоже активно подключается, участвует. Вот у них, так сказать, своих лесов нет, поэтому они активно участвуют в посадке территории, которая вот относится к городскому округу. Значит, нам информацию, я думаю, в ближайшее время они предоставят, вот потом какая численность будет и так далее, как будут реализовывать данное мероприятие. Далее у нас 2,7 гектара находится также на территории Поведников. Это участковое лесничество Хлебневского, так называемое. Там тоже у нас будет посадка, организована деревьев со стороны городского округа уже Мытищи. И основная площадка, это то, над чем мы сейчас активно работаем, это центральная площадка городского округа Мытищи, 10,7 гектар, которая находится на территории Клязьминское водохранилище, так называемое. Это пансионат Клязьминское водохранилище, Учинское лесничество. Какая подготовка проводится к проведению акции «Наш лес, посади свое дерево». Мы уже неоднократно провели совещание, в том числе я проводила выездное совещание с участием всех структурных подразделений, которые должны быть задействованы в реализации данного мероприятия. Это представители полиции, естественно, и дорожная служба, и те структуры, которые необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятия, дорожные я имею в виду, в том числе. Значит, ну, в принципе, изучили мы данную территорию. Она мало чем отличается от всех лесных массивов, естественно, вырубленных, плачевное состояние. Поэтому до конца этой недели наше лесничество намерено осуществить очистку от сруба, вывоз вот лишних деревьев, навалов там очень много после бурь. Соответственно, все это вычищается, площадка, естественно, перепахивается земля, и все будет готово к тому, чтобы мы уже начали свои конкретные подготовительные работы. Подготовительные работы – это, естественно, обеспечение возможности технической, заезда на территорию для того, чтобы привезти туда палатки, естественно, для вот брендовской, вот нашей брендбуковской продукции. Это, соответственно, дизель для того, чтобы обеспечить электричеством проведения данного мероприятия. Там, как всегда, будет организована очень интересная культурная программа. Она небольшая, но, во всяком случае, она, как правило, всегда создает определенное настроение, привлекает население и, в общем-то, как бы является таким хорошим фоном для очень быстрой реализации данного мероприятия, веселой посадки, скажем так. Вот. И, кроме того, там обязательно у нас будет присутствовать скорая помощь для безопасности, будет находиться рядом на территории. На всякий случай, слава богу, никогда она не была востребована, но, тем не менее, мы должны обезопасить себя от всяких непредвиденных ситуаций. Какое количество участников акции ожидается в этом году? У нас предполагается на данной территории около 500 человек. Это то, что должно быть, нет такого, правда, понятия норматив, но предположительный норматив, как правило, Комитет лесного хозяйства нам озвучивает. То есть по нормативу мы должны, там, из расчета на один гектар 50 человек, около 500 человек у нас должно быть. Это те люди, которых мы организовываем, и они организованы по нашей разнарядке, соответственно, по поручению главы городского округа Мытища, будут обязательно присутствовать на этом мероприятии. Но, как правило, жизнь показывает, что вот в подтверждение моих слов по востребованности мероприятия, как правило, у нас участвуют гораздо больше жителей, чем, нежели мы планируем. То есть у нас может получиться так, что у нас около тысячи человек мы можем ожидать на данное мероприятие. Будет ли организован бесплатный проезд к местам проведения акции? У нас действительно будет организован выезд. Почему я говорю о слове традиции? Будет организован выезд. С девяти часов у нас будут стоять на площади администрации автобусы для тех жителей, которые хотели бы поучаствовать, проживая именно на территории города. Значит, будет 15 автобусов, и в определенной промежутке, по мере заполняемости, будут автобусы доставлены до деревни Сорокина, нашего Мытищинского района, где, собственно, проходит сама акция. Там буквально в метрах 100 от данного мероприятия будут останавливаться автобусы. Но жителей будут подвозить прямо непосредственно к месту посадки. То есть никуда не надо будет далеко ходить. Да, есть, конечно, возможность, но невеликая, приезда на собственном автомобиле, если кто-то с семьей изъявит такое желание. Но, как вы понимаете, всегда в таких местах проселочные дороги очень узкие. И те обочины, которые на сегодняшний день существуют, не смогут, наверное, выдержать той мощности приезда автомобилей, которые могут быть. Поэтому, я думаю, что, если действительно хочется, никаких проблем с транспортировкой пассажиров у нас не предвидится, не предполагается. Я считаю, что все будет абсолютно спокойно. Какие породы деревьев планируют посадить на центральной площадке акции? В этом лесу у нас будет посадка исключительно сосны в этом году. То есть, если у нас где-то мы сажали ель, дуб, и вот в мае месяце, то сейчас на этой территории будет высаживаться только сосна. Только сосна. Значит, саженцами будут обеспечены, естественно, все желающие для посадки. Тут у нас вопрос даже не стоит как проблемный и никогда не стоял. Поэтому, я думаю, что с удовольствием хватит всем. Ну, даже если, входя из того, что тысяча человек будет участвовать, то приблизительно у нас получается на одного человека по 70 саженцев. Это достаточное количество для того, чтобы насладиться данным мероприятием. Кто действительно хочет посадить свое дерево и восстановить, или внести свою лепту в восстановление леса на территории городского округа Мытища. Поэтому я с удовольствием пользуюсь случаем. Я с удовольствием еще раз приглашаю всех жителей для участия в этом мероприятии. Приходите с детьми, с внуками. У нас, кстати, предполагается, что школьники, как всегда, обязательно будут участвовать в этом мероприятии. Молодежь надо приучать к хорошим, позитивным делам. Поэтому я думаю, что все состоится, скажем, здорово, что все у нас получится. Мы еще раз поучаствуем в восстановлении леса. И, наверное, будет у нас хорошая стоять зеленая галочка в решении данного вопроса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова